А мы заехали в Сабвейн. Вкусный сэндвич? Нет. Что? Сыр. Сыр там есть, сыр расплавился. Ну что, я хочу уже пить. Хочешь что? Пить? Сейчас будем пить. Это наш любимый перекус. Я, как всегда, грызанула. Правда, майонезика много получилось. Короче, в общем, здесь овощи. Овощи, колбаска, сорочек. Нам приятного аппетита. А лайк сидит за компьютером. Что такое? Что? Нет, папа. Хозяин идет, инспекция, инспектор. Кошачья инспекция. Так. Кот, будь дома. Что тут делается? Покажи красоту. Ммм, волшебненько. Скоро будет готово. А ты овощи уже сделал? Да, овощи там. Обалдеть. Слушай, хочу показать зрителям вообще, вот что у нас здесь происходит. Значит, диванчик, зонтик мы такой приобрели. Классно, да? Да. Такой ветерочек здесь всегда. Класс, дает тень вообще в тему сейчас. Такой вид у нас супер-пупер. Короче, счастливые люди мы с тобой. Класс, все тепло так. А там кто этот? Соседи? Да, соседские ребята помогают маме. Это младший или старший? Да, это младший. А, так это вчера в кепке был не ихний, что ли? Нет, не ихний. А, а то, наверное, бегал к этот в гости пацан. Да. Какие молодцы, ребята. Двенадцать лет парни, помогают маме. Старший только что тоже выходил. Угу. Выходной день, а ребята трудятся. Да, он помогал тягать вершки. Слушай, я удивляюсь. Это... Вижу, как старший мусорку вывозит. У них пацаны при деле. Хорошее воспитание. Да. Это наши соседи. Это сербы. Славяне они тоже. Вот такая история. Какой вид. Запах просто сумасшедший. Ой, не говори. Так этот запах наверху. Хоть все закрыто, представьте. Оно затягивает, видимо, в эту вентиляционную, эту систему. А если сегодня, говорю, сейчас стейк-тайм, типа время стейка. Ага. Она говорит, как будет готов, я говорю, зовите меня. Ага, да. Я приду. Прикольно. Это-то в гостинах тоже. Ну да. А это старший пацан. Старший мусор 16 или 15, да? Старший мусор 16. Старший мусор 16. Так что готовит Денис вкусняшки. Давай я еще раз их покажу. Ой, прелесть какая. Ой, что делается. Красота. Так. Вот еще овощи у нас. Цукини и перчики Денис сделал. И огромнейший кусок мяса. Столько радости. Стейк и огурчик. Куда без него. Нам приятного аппетита. Если вы тоже сейчас кушаете и смотрите видео, вам тоже приятного аппетита. Так. Это маленькая предыстория. Значит, у нас... Когда? Прошлым летом закончился лезть. Да. Да, у нас был крайсер. У нас был классный такой крутейший крайсер. Три года, да? Три года, да. Да, и получается, что мы как раз тогда подписали контракт на дом и не могли взять машину в кредит по причине того, чтобы на кредитную историю не пошло, чтобы у нас не висел какой-то долг. Вот. У нас не было долгов вообще никаких. Чистая кредитная история. Вот. И сейчас, получается, мы за кеш тогда взяли. Что могли себе позволить за кеш? Давай скажем, за сколько мы взяли. У нас Honda DC. За 9500. Да. Мы до 12-го года. Да. Мы какое-то время уже с лета, да, ездим на ней. Да. И мы не хотели брать еще какие-то кредиты, чтобы у нас рейтинг не упал, и банк нам максимально хороший процент дал. Самые выгодные условия. Вот. И сейчас, как мы уже дом купили, на нас уже это не влияет. Кстати, моя кредитная история, я сейчас проверила, она вышла вверх. Ух ты, класс. Поднялась очень сильно. Ну, теперь пора какую-то машину свежую купить. Да, так что вперед, и сейчас пойдем посмотрим. Вообще, в принципе, мы хотим Honda Odyssey из-за того, что у нас малыши, как бы нам нужны, чтобы дверки ездили. Нет, давай так. Мы хотим большой вообще джип, но из-за того, что у нас детки, нам придется брать Honda Odyssey, из-за того, что у нас здесь, которые вот эти слайдиндорс, да, боковые. Но мы все равно, в общем, хотим посмотреть. Какие сейчас новые модели. Мы вообще приехали на дилерскую Cadillac, но тут рядышком дилерская Chevrolet, и мы сейчас посмотрим их новый Tahoe. Да. Просто для сравнения. Вперед. Может быть, тест раз сделаем. Короче, мы заходим, смотрите, что здесь стоит. Это ретро-машины. Обалдеть. Слушай, а как ты думаешь, это новая сборка, типа, под такое вот? Я думаю, она реставрированная. Думаешь, реставрированная? Она с 60-х каких-то годов. Обалдеть. Вот это прикол, что тут еще есть. Спортивная такая. Обалдеть. Это, знаешь, это чтобы была такая жизнь, что было бы куча машин на все случаи жизни, да? Да-да-да. Старый, типа, джипчик, да? С новыми колесами. Какой-то K5 Laser. М-да-а. Прикол, да? Тоже отреставрированная? Да, я думаю, отреставрированная. Да. Посмотри на эти дворники. Все слышали. Слушай, из салона просто коробка, да? Коробка. Что там есть? Что там в этом есть? Смотри. Так а сверху что? Минимализм. Просто железо? Пластик? Непонятно. Ничего нету. Похоже на железо, просто что там на спрейле. У меня есть мечта. Это Cadillac. Я когда его вижу на дороге, он всегда привлекает мое внимание. Но у меня был опыт с другой машиной. Infinity это была машина, которая выглядела во. Я на ней проехалась, говорю не, говорю, как это, на корыте каком-то. Ну, неприятно, в общем, на дороге она себя ведет. И теперь мы приехали сделать тест-драйв этого Cadillac. Боюсь разочароваться. А второе, могу просто сильно влюбиться. И тогда как с этим жить? Потому что эта машина 100 тысяч стоит. Ну, лучше второй вариант. Да? Да. Ну, давай посмотрим, что-нибудь. Давай. А это предыдущая версия, мы сейчас еще посмотрим самую новую. Ой, мальчики. Ух ты. Ой, боже, глянь, какие тут кнопочки. Смотрите эти. О, боже, как красиво. Смотри. Подзарядки здесь. Конечно, надо идти брать ключи, заводить и делать тест-драйв. Значит, здесь сзади два сиденья. Тут, я так понимаю, экранчик, да? Да. Обалдеть. Салон просторный, огромный. Посмотри, да, между третьим и вторым сиденьем рядом. Смотри, два экрана. Да, два экрана. Как в самолете, слушай. Обалдеть. Это беспроводная зарядка, что ли? Да. Это 2020 года. Пошли брать ключи и делать тест-драйв. Пошли посмотрим последнюю версию. Пошли. Сейчас как-то там будешь писаться кипятком. Давай, давай. Вон, пожалуйста, черненький красавчик. Давай. Давай. Да? Это первый год. 2001. 20? 21 год. Это самая последняя версия. Да ладно. До речи. Офигенный. Серьезно? Да. Вот это да. А панелька совсем другая. Конечно, это полностью переработан. Смотри, полностью все экранчики ЖК. Офигенный. Это просто самолет. Смотри, ну здесь нет экранчиков. А, они вот. Да, да. Слушай, а что тут сигаретами пахнет? Может, кто-то курил и делал тест-драйв. Да, я сзади покажу. Зато салончик белый. Да. Но мы же не прямо это будем покупать. Мы сделаем тест-драйв. Смотри, здесь получается вот этот экранчик, да? Да. А для этих есть экраны вверху? Нет? Нет, похоже, нет. Ну, из-за того, что здесь крыша, крыша вот эта. Может быть, есть версия без крыши тогда с экранами. Так, все, давай идем тест-драйв делать. Ну, как тебе? Первое впечатление. Хорошая дитина. Бесценная. Они не ставят цену, чтобы не пугать людей. В общем, мы сели. Такой экранчик у Дениса там. Там куча камер. Такая интересная панелька. Ну, давай попробуем. Выезжаем. Так, сейчас отстрою себе немножко стекла. Уже есть какое-то ощущение? Такое интересное. Необычное, да? Все по-четам, высокое. Какой-то экранчик там. Ну, сейчас тестим, смотрим как. Проехались. Мы на Кадилайке. Обалденная машина. Просто космодром, да? Космолет. Космолет, да. Вот такие. Как что нажать, какие кнопки там. Там их миллион, как в самолете. Столько функций. И то он говорит, это не самое навороченное. Ну, в общем. Ну, для нас было важно почувствовать, как она на дороге себя ведет. Вот расскажи, как ты себя чувствуешь? Отлично. Мне вообще понравилось. Она так подруливает классно. Руль. Что если даже ты его отпускаешь, она сама возвращает машину, если начинает езжать. Ну, эти функции сейчас во многих машинах. Но вообще... Скажи, у тебя была проблема в Infinity, да, что тебя укачивало. Как-то она не так дорогу держала. Да, нет, это классно держит. Здесь все нормально, да? Да, классно держит. Очень понравилась. Проблема в другом. Что пока малыши маленькие, мы решили, что нам все-таки надо машина с sliding doors, чтобы дверка открывалась, да? Потому что если они откроют эту дверь, они же просто на парковке, понимаете, могут ударить машину соседнюю. Жалко быть свою. Это неудобно. Плюс даже когда в школу я их скидываю, я открыла кнопочку, детки вышли, понимаешь? Ты нажала, она закрылась, да? Да, да. А получается, чтобы если двери, то я должна буду выходить и их открывать, закрывать, в общем, пока. В общем, им должно быть больше 10 лет. Да, они постарше должны быть, чтобы сами они могли открыть, закрыть. Вернемся к такой машине лет через 5. Точно. Ну, машина зачетная. Нам обоим понравилось. Мы с Денисом гуляем в парке. Это центр города, просто тут замки. Короче, а у нас за больше чем полгода выработалась привычка лазить по стройкам. И сейчас пойдем. Она не выработалась, это вспомнилось детство. Ну да. Хочется туда, в общем, сейчас зайти. Пойдем, короче. Пойдем сейчас вовнутрь, посмотрим, что в этом доме внутри. Гляньте, у них три кондиционера. Обалдеет дома. Вот это да. Посмотрим, пойдем. Так. Что здесь у нас? Ой. Денис, посмотри на это. Обалдеть. Да. Так, как ты думаешь, что это за комната? Ливен, да, что ли? Думаешь, Ливен? Это вот еще. Не-не-не, вот это Ливен. С кухней вместе. Обалдеть. Да уж. Ой, ребята, и кто-то так живет. Кто-то будет так жить здесь. Конечно, наш домик по сравнению с этим. Малыш, ребеночек. Смотри, тут какие-то чертежи. Как этот домик будет выглядеть с другой стороны. Надо встать, посмотреть. Обалдеть. Ну, идем дальше. Так, это туалет. Значит, вот это типа Ливен Ромзайка. Вау. Такая типа терраса. Что это? Ля, точно. И здесь камин будет. Да. А земли у них, похоже, не будет. Такая земля там. Это дека, да, будет? Дека такой. Слушай, тут есть подвал? Есть. Кстати, еще один дек. Ого. Так, а ну, пойдемте посмотрим подвал. Вот ступенечки. Надо аккуратно спуститься. Вот это да. Слушай, похоже, это гараж на три машины. Да. Да? Угу. Сбоку получается гараж. А это что? Какая комната? Ну, она без окна будет. Вот эта комната без окна. И тут есть комната. Прям бомбоубежище. Слушай, а это что? Тут есть окно. Нет, здесь вот просто, типа, знаешь, блоки такие. Почти какая-то из этих комнаток может быть даже виноват. В общем, там с окнами комната. Обалдеть вообще. Ну, пойдемте наверх. Поднимаемся наверх. Что здесь? Такая, типа. А, это, наверное, не будет комната. Окей. Стоишь? Наверное. Так. Поднялись наверх. Идем. Идем, идем. Ух ты! Глянь, какой коридор. Зеркальный коридор. Зеркальный, зеркальный? Ой, зеркальный. Оконный. Оконный. Оконный, оконный, да. Ну, вот это, по идее, типа мастер, да? Родите этот, хозяйская спальня. Потому что здесь, я вижу, будет душ и ванная. Ну, да. А, ну, давайте посмотрим, какие тут домики, да? Посмотрите на эти дома. Так что наш домик очень даже скромный еще на фоне этих. Ладно, идем дальше гулять в парк. Как вам? Нравится домик такой? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ХОРАН ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ХОРАН ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok